О главных новостях дня готовы рассказать корреспонденты ОРТ Планета. В студии Алина Лебукаева. Здравствуйте. Партнером нашей программы является сеть домашних магазинов Сельпо. А сейчас коротко о том, что вас ждет в ближайшие 20 минут. Техника не выдерживает, а люди справляются. Наступившие морозы скорректировали жизнь оренбуржцев. Новоселье под Новый год. Дети-сироты получают ключи от новых квартир. Осторожно, опасная дорога. ГИБДД обнародовала аварийные участки региональных трасс. Начинаем выпуск с оперативной информации о погоде. По данным Оренбургского гидрометцентра, в ближайшие сутки местами по области сохранится морозная погода. Минимальная температура – минус 33 градуса. Спасатели рекомендуют реже выходить на улицу. А в случае обморожения обязательно обращаться к врачам. Сегодня погода также подарила школьникам дополнительный выходной. Уроки для младшего и среднего звена были отменены. В соответствии с этим был скорректирован весь учебный процесс. Во многих классах прошли совмещенные занятия. Дети обучаются в индивидуально-групповом и дистанционном порядке. Длительность уроков и перемен сокращены. Часть учащихся родители довезли до учреждений сами. У нас заранее классные руководители говорят родителям, информация размещена на сайте, что от 30 градусов автобусы вообще не выезжают на рейс. Ну и температурный режим, то есть 25 градусов у нас 1-й и 4-й классы не учатся, потом 5-й и 8-й классы 28 градусов, ну и 10-й и 11-й это от 30 градусов. То есть зависит от погоды с утра. Тем не менее, школьные автобусы за детьми выехали. В основном сегодняшние пассажиры – старшеклассники. Детей забирают с остановок и доставляют до порога школы. В такой мороз, чтобы выйти в рейс, водителям пришлось изрядно потрудиться. У нас нет гаражей, поэтому плохо заводится. Ну заводим, детей же надо собирать, учить. Низкие температуры сохранятся до конца недели на всей территории Оренбургской области. Из-за мороза в школах рекомендовано отменить занятия. Кроме того, МЧС рекомендует и взрослым сократить время пребывания на улице. Сложные погодные условия сказываются и на дорожной безопасности. Только за эту неполную неделю в Оренбурге произошло более полутысячи аварий. Искаженные груды железа, искалеченные судьбы, итог лихачества и невнимательности за рулем. В регионе есть участки трасс, где водителям следует проявлять особую бдительность. Где и почему происходит ДТП чаще всего? Об опасных дорогах в материале Оксаны Боричевой. Вылетел на встречную, превысил скоростной режим, проехал перекресток на красный. Эти нарушения правил дорожного движения чаще всего совершают оренбургские водители. Не пугают автомобилистов ни штраф и ни возможность лишиться прав. В Новоорске водитель легковушки протаранил автомобиль патрульной службы. Выяснилось, виновник аварии сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Любители нетрезвой езды – еще одна беда оренбургских дорог. Специалисты говорят, снизить аварийность можно, но для этого за водителями должен быть установлен тотальный контроль. В ближайшее время наши транспортные средства, которые выпускаются на территории Российской Федерации, будут оснащать модулем ГЛОНАСС, который автоматически будет транслировать параметры движения. Даже об этом и водитель сам знать не будет. Весьма счастья пойдут следом за вот таким вот не очень хорошим способом поездки. Надоест народу, он привыкнет, привыкнет. Культура прививается долго. Осносить каждый автомобиль спутниковой системой, предложенным Минтрансом, и в правительстве идея одобрена. Но пока это перспектива. В нашей области по сравнению с предыдущим годом аварийность на дорогах снизилась, но цифры по-прежнему пугающие. За 11 месяцев 2016 года на территории Оренбургской области произошло 2074 дорожно-транспортных происшествий, в которых 268 человек погибло и 2767 человек получили травмы различной степени тяжести. По всем трех цифрам наблюдается снижение на территории Оренбургской области. Это как по количеству, по количеству погибших и по количеству пострадавших людей в дорожно-транспортных происшествиях. За сухой статистикой десятки загубленных жизней авария на трассе Оренбург-Орск стала одной из самых серьезных за этот год. Семь человек погибло, но именно этого участка трассы нет в списке самых опасных дорог Оренбургской области. По количеству ДТП лидируют участки автодорог по направлению Каменноозерное-Медногорск-Казань-Оренбург и подъезд к Оренбургу от автодороги М5-Урал. Оксана Боричева, Роман Боричев, Новости дня. Дополнительный контроль товаров и грузов на Оренбургском участке российско-казахстанской границы. Проба на ветеринарное и фитосанитарное исследования будут брать работники таможни и санитарные врачи. Такое решение принято сегодня на заседании региональной комиссии по пограничной безопасности. Ее провел губернатор области Юрий Берг. Контроль будет выборочным в местах, максимально приближенных к автомобильным пунктам пропуска. Орск, Сыгорчин, Мыштаково и Теплое. Такие мобильные группы контроля действовали и в этом году. С их помощью изъято и уничтожено более 212 тонн запрещенных товаров. Также удалось пресечь контрабанду стратегически важных ресурсов. По этим фактам возбуждено пять уголовных дел. Кроме того, сегодня решался вопрос об оборудовании пунктов пропуска дополнительной системой безопасности. Она позволит идентифицировать непрошенных и опасных гостей по биометрическим данным. В целом, отметил Юрий Берг, регион открыт для соседей, но также стоит на страже безопасности и благополучия оренбургских жителей. Итогом нашей работы должны стать решения, направленные на улучшение эффективности деятельности всех заинтересованных ведомств при реализации полномочий по обеспечению защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства в пограничном пространстве Оренбургской области. В 2016-й стал особенно напряженным для политиков. В Оренбурге одновременно прошли сразу две избирательные кампании по выборам депутатов Государственной Думы и областного законодательного собрания. Их итоги еще раз обсудили сегодня в обл. избиркоме. Подробности у Виталия Дерябина. Наша область в числе тех российских регионов, где нагрузка на избирателя в единый день голосования была двойной. Оренбургцам пришлось участвовать в выборах и федерального, и областного уровня. Все прошло нормально, без серьезных нарушений, при явке избирателей, превысившей 40%. Представители оппозиции, возвращаясь к событиям с середины сентября, вновь заявляют, 40% пришедших на выборы означает 60% не пришедших. Низкая явка избирателей как раз демонстрирует неверие основной части наших граждан, именно в то, что они являются гражданами в наше гражданское общество, о том, что их голос влияет на избрание выборной власти и так далее. Обл. избирком, который в ходе выборов тоже был загружен вдвойне, с призывами прийти и проголосовать посредством телеэфира к избирателям обращался неоднократно. Без этих обращений явка, может быть, была еще меньше. Должно быть понимание того, что это задача не только избирательных комиссий, явка избирателей. Это задача совместная, в том числе и политических партий. Либерал-демократы тоже говорят о недостаточной явке и тоже считают, что это признак недоверия избирателя к существующим демократическим институтам. А еще в ЛДПР заявляют о необходимости пересмотра состава участковых избирательных комиссий. Во всяком случае, возглавлять их должны не те люди, что возглавляют сейчас. Большинство председателей комиссии – это директора школ. То есть они имеют привязку именно на этом округе. У них постоянный контингент родителей. Я вас заверяю, что через директоров школ идет влияние, в том числе на формирование самих выборов. Председатель обл. избиркома обещает все пожелания и тревоги партийцев донести до своего столичного руководства. Кстати, в ЦИКе России сейчас решают вопрос о будущем участковых избирательных комиссий. Не исключено, что они станут полностью беспартийными. Текущее политическое межсезонье обл. избирком тоже предлагает использовать по максимуму. Перед тем, как будут назначены выборы президента Российской Федерации, посмотреть, какие вопросы нам необходимо проработать совместно. И, конечно, выйти на выборы президента Российской Федерации с полным пониманием того, что избирательный процесс должен быть организован на высоком уровне. Виталий Дерябин, Игорь Бероев. Новости дня. Новый год в новой квартире. Сегодня шесть человек получили ключи от своего собственного жилья в поселке Икадоле Оренбургского района. Это стало возможным благодаря реализации программы по обеспечению жилплощадью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В квартирах новоселов побывала и наша съемочная группа. Будущие новоселы в ожидании торжественного момента – получения ключей. Глава района и министр социального развития еще на лестничной клетке встречают людей подарками. Для хорошего настроения повод есть у всех участников программы. Оренбургская область занимает шестое место в Поволжье по количеству приобретенных и построенных помещений для сирот. Сегодня счастливыми обладателями квартир становится еще шесть человек. В 2016 году также выделялись деньги и федеральные, и областные. И 472 миллиона было выделено, 456 детей получили ключи от новых квартир, либо приобретенных на вторичном рынке. На 2017 год, как бы ни было трудно, мы все с вами понимаем, какая экономическая ситуация, но из областного бюджета 355 миллионов также заложили на эти цели. Министр также отметила, что муниципальные образования стали более ответственно относиться к использованию средств на жилье детям-сиротам. Оренбургский район в числе лидеров. До конца года в территории освоят все 100% выделенных средств, а значит жилье получит еще больше очередников. Наша задача вот именно найти, освоить деньги, найдя вот такое благоустроенное жилье для того, чтобы ребята себя чувствовали комфортно, хорошо и действительно были счастливы. Поэтому с наступающим всех Новым годом и всех благ в Новом году. Однокомнатные квартиры готовы к проживанию. Выполнен ремонт от потолка до пола. Установлены стеклопакеты, двери, сантехника. Маленький Владислав делает здесь свои первые робкие шаги. Для его родителей собственная квартира – бесценный подарок, ведь раньше семье приходилось кочевать по съемным квартирам или временно размещаться у родственников. Долго ждали этого момента и очень рады, что такая квартира вообще хорошая, все нравится. За ребенка рады, что он не будет как мы жить, бегать постоянно, будет в своем доме жить, будет уже. Своего жилья семья ждала долгих шесть лет. Этот Новый год Эрленбурж встретит в новой квартире. И 2017-й точно будет для них счастливым. Инна Маркелова, Семен Воробьев, Новости дня. ОРТ Планета продолжает акцию «Стать волшебником просто». Любой желающий в преддверии Нового года может выступить в роли доброго мага и осуществить мечту особенного ребенка. Сегодня знакомимся с Олей Азовцевой. Мама мне помогает и я с ней делаю, но у нас время есть, мы как-то другие дела оставляем и начинаем делать. Верный друг и помощник по жизни, мама всегда подскажет, что и как. Если нужно, даже пожертвует своим платьем, чтобы воплотить задумку дочери в жизнь, как этот наряд для куклы. Идеи для поделок у девочки рождаются в голове одна за другой. Недавно она научилась вставлять нитку в иголку. Это ее победа. Сейчас осваивает новую для себя технику – шитье. Мечта – научиться вязать крючком. Все ей нравится. То она хочет быть артисткой, то она хочет быть дрессировщицей дельфинов. То хочет там чего-то. Все равно она стремится достигнуть что-то большего, чем даже с ее ограничением зрения, что что-то ей даже, допустим, нельзя будет в будущем. Она все равно надеется, стремится, что все равно она этого достигнет. Проблема со зрением у Оли с рождения. Девочка родилась недоношенной. Врачам пришлось полтора месяца бороться за ее жизнь. Постепенно стало падать зрение. Врачи поставили диагноз – дистрофия сетчатки. Оля пережила две операции – консультация в Москве. Сейчас у нее потери зрения на левом глазу и частично на правом. Но несмотря на все трудности, она старается активно участвовать в жизни школы. Наши дети, наверное, большие-большие трудяги по сравнению с обычным простым ребенком. И вот такое количество придумок, каких-то интересных игрушек – это, конечно, большая заслуга самого ребенка, который мог бы сказать – плохо вижу, не хочу, не вижу. Оля Азовцева признается – тяжелее всего ей дается чтение. Но она готова сражаться с текстом до последней страницы. Есть у нее самые любимые книги – сказки. Ведь там совсем другой мир. Мир чудес и волшебства. Но Оля знает – в жизни порой приходится мириться с тем, что происходит, независимо от нашего желания. Главное, что поняла для себя 11-летняя девочка – никогда не опускать руки. О новогоднем чуде прочитала в книге. Верит, что и с ней когда-нибудь случится волшебство. Ведь заветное желание на Новый год она уже загадала. Популярный пластилин Плэйдо для своих поделок. Ну, я Деда Мороз хочу, конечно же, пластилин Плэйдо. Гладкий и очень мягкий. Ну, вот почему моя мечта самая любимая. Ну, есть еще у меня одна задумка на следующий Новый год – то, что я хочу альбом про животные. У нас есть возможность доказать, что совместными усилиями заветные желания всегда исполняются. Наталья Мороз, Игорь Бероев, Новости дня. Совершить чудо можете и вы. Подробности акции на нашем сайте media56.ru. Присоединяйтесь и помните, что стать волшебником просто. В Оренбурге сохраняется межнациональный мир. Три четверти оренбуржцев никогда не чувствовали неприязни по отношению к другим народам. Эти данные озвучили сегодня на заседании Совета по делам национальностей при губернаторе Оренбургской области. Президент России Владимир Владимирович Путин особо подчеркнул, что межнациональные отношения – это сложнейшая чувствительная сфера. Здесь появляются новые проблемы, к сожалению, и острые вызовы. И чтобы грамотно, содержательно на них отвечать, нужны своевременные, современные и гибкие решения. В Оренбурге, как в многонациональном регионе, одним из таких решений традиционно является пропаганда культуры народов, его населяющих. Количество областных национальных праздников и фестивалей исчисляется десятками, а людей, принимающих в них участие – десятками тысяч. Такие мероприятия проходят в различных городах и районах области. Они становятся местом общения представителей разных национальностей и обмена национальными традициями. Традиционно, с большим размахом, прошли областные праздники национальных культур. В их числе фестиваль славянской культуры «Легенда Руси», татарский сабантуй, дни казахской культуры, посвященные 25-летию казахской газеты «Жаная Кап», областные праздники украинской, мордовской и чувашской культуры. Учитывая важность сферы межнациональных отношений для нашего полиэтнического региона, предлагаю провести в 2017 году День народов Оренбуржья. Это мероприятие станет еще одной точкой приложения наших усилий в деле развития оренбургского социума. И в завершении выпуска новости спорта продолжается чемпионат женской баскетбольной Евролиги. В очередном матче «Оренбургская надежда» на своем паркете принимала Екатеринбургский УГМК. Подробности встречи у нашего спортивного обозревателя Анатолия Юденича. Силы изначально были неравны. После вояжа во Францию и оттуда в Красноярск, физические кондиции оренбургских баскетболисток оставляли желать лучшего. А успешно противостоять УГМК можно только при стопроцентной готовности. Стартовая пятерка соперников – просто сборная мира. Таурази, Нолан, Литтл, Толивер и Грайнер. Гости сходу обрушились на кольцо желто-бордовых всей своей мощью. Первый раз хозяйки забили, проигрывая 0-16. А завершилась стартовая четверть с сокрушительным счетом – 31-6. Такой отрыв у лучшего клуба России и Европы отыграть просто невозможно, даже находясь в идеальной форме. Справедливости ради, надежда не бросила играть и в дальнейшем смотрелась приемлемо. 21-24, 14-18 и локальный успех в четвертом периоде – 18-15. В итоге получилось 88-59 в пользу УГМК, который отодвинул надежду на второе место в группе «Б», а сам возглавил турнирную таблицу. Оренбург был очень уставший и сыграл плохую для себя игру. Мы, наоборот, играли великолепно, особенно в защите. Мы очень довольны тем, в каком состоянии сейчас находится наша команда. У нас не так много игроков, всего 7-8 человек, которые играют, и в Красноярске было очень сложно, и поэтому сегодня команда просто была истощена. У надежды не слишком много времени на отдых. В понедельник в Москве в рамках российской премьеры лиги играем с «Динамо». Анатолий Юденич, Владислав Горбунов, Новости дня. К этому часу это все. Подробнее на нашем официальном сайте – media56.ru или в социальной сети ВКонтакте. Я же с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и до встречи в эфире. Акция действует с 5 по 11 декабря 2016 года. Универсам Сельпо снижает цены на продукцию собственного производства. Тарталетки классические – 10 штук – 29 рублей. Тесто дрожжевое и тесто пельменное – 29 рублей за килограмм. Универсам Сельпо всегда большой выбор готовых блюд и свежей выпечки.